Мир всем! Мне прислали ролик про доктора Боровских Я вам сейчас его покажу И невольно я вспомнил довольно большое количество вопросов связанных с именем этого известного психотерапевта Люди спрашивают, ну какое ваше мнение? Ну, не знаю, мы все имеем право спрашивать и советоваться с кем угодно, правильно? Наверное, также эти люди посчитали, ну может быть кто-то считает меня в чем-то следующим Возможно, тоже поинтересовался моим мнением Но я вам его выскажу Давайте сначала посмотрим несколько отрывков и потом обсудим Вот Потом обсудим Так будет проще и честнее, и правильнее Переворачиваю камеру Вот тот ролик, который Есть такой конгрессмен-демократ Джейми Раскин Вот он несколько дней назад произнес такую фразу Россия это православная страна Исповедующая традиционные ценности Именно поэтому она должна быть уничтожена Враги знают о нас Больше, чем мы сами Они знают, что для нас является важнейшей духовно-нравственной ценностью Русский народ Который обладает Тем самым богатством, за которое его ненавидят Это не нефть и газ Это не золото, алмазы и никель Это православие Когда-то человек по имени Владимир Крестил Русь Что сейчас человек по имени Владимир Должен совершить это второе крещение Нашей страны Я только в этом вижу Настоящее ее возрождение Занятие ей достойного места в мире Без православия Нас просто не будет Слушайте наших врагов Они правы Вот этот кусочек Первый Второй Он раскрывает здесь Вопрос про непоминание Владимира Михайловича Гундяева Такой ролик есть Он так и называется О непоминании патриарха На канале Этого доктора Боровских В эти правила Поведение нашего патриарха Многих смутило И нашлись люди Которые Побежали впереди паровоза И решили сами Самочинно Возглавить Церковь И от ее имени Выносить какие-то решения Даже прещения По отношению К первому лицу церкви Предстоятель церкви Нашей русской православной Патриарху Кириллу Какие-то Выводы И прещения В отношении Патриарха Может делать Только высший орган Руководящий орган Нашей церкви Это поместный Собор Русской православной церкви Я вставлю на паузу Который запрещен Тем же Лицом Вот Тем же Гундяевым Он Он Упразднен Об этом тоже Доктор Безусловно Знает Так у нас Установлено Сотни лет Это Проверено И Выверено И Видно Что это Богом Установленный Порядок вещей Который Позволяет Существовать Церкви на земле А не превратиться В Такую Самораспадающуюся Организацию Так вот Поминать Не поминать Патриарха Это Решает Поместный Собор Русской Православной Церкви Которая Имеет Полное Представительство И Епископата Священников Монашества Ну вы поняли Вот Так что Ролик Если будет желание Посмотрите Переворачиваю Камеру Вот А еще Третий эпизод Который я хотел Вам донести Но я не нашел Его Он назывался Примерно Я еврей Значит Этот Ролик Где Доктор Этот замечательный Доктор Говорит о том Что он еврей И топит Тоже эту тему Потом Было огромное Помню количество Я еще тогда Его Посматривал Огромное количество Негативных Каких-то отзывов Он этот ролик Сейчас Убрал Вот Но в памяти Он остался Но она в интернете Остался Я не знаю Не важно Вы Многие его смотрели Поэтому Здесь Вот делая выводы Резюмируя Я могу сказать о том Что В принципе Полезное То что там Я посмотрел его канал 267 тысяч подписчиков И Довольно много Красивых роликов Которые Все в одном Стиле Сделаны Так Видно Что человек Старается По поводу тем Тоже тема Поднимает Интересные Важные Нужные Но Вы сами Знаете Предавшие В малом Будьте Внимательны Я не говорю Что он Плохой Человек Плохой Специалист Или Лукавый Слишком Лукавый Христианин Я об этом Не говорю Но То что Лукавство Есть Это Однозначно Хотя Он Он Может Сказать Просто Что Я так Живу Я так Вижу Я так Понимаю И он Будет Прав А Мы Будем Правы В том Что Мы Будем Знать Что Этот Человек Так Мыслит Что Он Делает Такие Заявления Я Не Копался Нет У меня Ни Желания Ни Времени Внешне Он Приятен Грамотная Речь Вкратчивый Голос Хорошие Манеры Мягкие Движения Никаких Противопоказаний Для того Чтобы Он Был Антагонизм К нему Нет Все Все В пределах Но Мы С вами Воцерковленные Православные Христиане Воцерковленные Подчеркиваю Должны Смотреть Обращать Внимание На мелочи В них Кроется Как известно Кто Поэтому Вот Я Перестал Смотреть Но Я тоже Взрослый Человек Давно Воцерковлен И Я понимал Что-то Вот Не нравится Мне Вроде Все правильно Там И говорит Все мне Не высказывает Да И на Какие-то Симпозиумы На Какие-то Конференции Я имею До православной Православной Тематики Я Увидел Он Говорит Хорошо Приятно Посмотреть Без бумажки И По теме Все Все нормально Вот Сам-то я Слава Богу Ленивый Никуда не езжу Нигде не состою Вот А вот Эти детали Про Непоминание Сначала Я даже Сделал ролик С его Точно Сейчас я вам его Найду Я сделал ролик Вот то Что меня зацепило Теперь я понял Почему Я сделаю Этот ролик Который Сейчас вам Перекидываю Вообще Вот Сейчас я вам его найду Пока буду говорить Он Я взял Картинку У этого доктора И Сделал Ответ Конечно Я Человек Не такой Публичный Я мелкий Как Максимов Сказал По поводу Лопатина Он Мелкий Слава Богу Я очень рад Что я мелкий Я специально Открою вам Тайну Только вам Что я Специально Баннер Сделал так Чтобы закрыли Мне каналы Когда мне было Сто двадцать тысяч Я не хочу Чтоб у меня Была Большая популярность И прочее Это опасно У меня Не те задачи Вот он Нашел Это было Пять месяцев назад Вот я вам Там написано Пять месяцев назад Я снимал его Что я тут говорил Шесть минут Шесть минут Сорок девять секунд Переживают По поводу Поминать Или не поминать Так называемого Патриарха Кирилла Гундяева И Ответ на этот вопрос Довольно прост Он не займет Даже Пяти минут Я думаю Давайте я попробую На него ответить Несколько вопросов Нам нужно с вами Освятить Первый из них Это Что такое церковь На самом деле Что такое церковь А церковь Это Общность Людей Живущих Верующих Во святую Троицу Во первых И во вторых Живущих По заповедям Христовым Сюда входят Не только живые Нужно сказать Но и усопшие Православные Христиане Которые жили Приличные Которые Наследовали Царство Небесное Все вместе Они образуют Как раз Ту церковь О которой Часто говорят И О которой Говорится в Евангелии Врата адовые Не смогут Одолеть Ни в каком случае Это именно люди Также сказано Мы знаем Что если Даже в деревне В поселке Будет Праведник То Господь Пощадит Может пощадить Этот поселок Этот город Или эту страну Но я не буду Затягивать Переворачиваю Вот Поэтому делайте Сами выводы Дорогие мои Но помните Что Иезуитское Лукавство Опасная Опасная Вещь И мы сейчас Сами Видим Что огромное Количество Среди Светских Духовных Лидеров Палка у меня Опускается Зараза Сама по себе Лидеров Которые Заражены Какой-то Болезнью Какой-то Болячкой Духовной И Вроде как В основном Там Даже Кстати И Как Учат Иезуитов Их Учат Говорить Правду Всегда Но 10% Лжи И вот На этих 10% И Вся Суть И Александр Мень Был Был Из Таких Ну И Конечно Учитель У Михайловича Гундяева И И же С ним Тоже Так Был Мастером Мастером Этого Стиля Вот Вот Мы видим И Сегодняшних Некоторых Детей Которые Никогда Не Врут Если Они Говорят Что Там Время На Раскачку Нету Тоже Так Оно И Есть Поэтому Всегда Как говорят Смотрите По делам Поэтому Вот Те Эпизоды Которые Я Вам И Хотел Донести Донести То есть Делая Вывод Делая Итог По Подводе Я могу Сказать О том Что Возможно Для Невоцерковленных Людей И полезно Посмотреть А Для Взрослых Которые Занимаются Своей Душой Хочется Сказать Профессионально Вот Опасно Будем Жить Ваш Евгений Лопатев